Деятельность Василия Якименко, естественно, была для государства крайне полезна, потому что в последнее время он пек пироги, и это улучшало нашу продовольственную безопасность. И, наверное, как-то было полезно, я полагаю, для рынка пирогов. До этого Василий Якименко тоже был государству скорее полезен, потому что он возглавлял Росмолодежь, он возглавлял одно из крупнейших молодежных движений, и зная, что там реализовались многие молодые люди, ну, дай Бог, значит, Василий был на своем месте. Сейчас у него в жизни, судя по всему, очередной виток, очередной какой-то вот поворот, он бросил пироги и ушел с этой позиции, с производителя пирогов на другой пост, на другую позицию, да, такую, создателя нового общественного движения. Но я пока не очень понимаю, что это за движение, потому что, ну, во-первых, движение наше от него уже открестилось. Он сказал, что это совсем не про нас, совсем не то, а все-таки такая реакция организации, в которой Василий отдал значительное время, много усилий, много душевных сил и просто много лет, она показательная, это первое. Второе, это не первое уже движение, которое Василий создает в свой, скажем так, пост-росмолодежный период. Ну, помните, была партия власти, она тоже очень громко стартовала на некой пресс-конференции, и после этой пресс-конференции я ни разу про это движение не слышал. А напомню, тогда они обещали уже активно участвовать в ближайших выборах, побеждать на них, становиться там депутатами и становиться главным оппонентом «Единой России». Достаточно внимательно в силу своей деятельности слежу за выборами в регионах Российской Федерации, могу сказать, что пока я не видел ни одного представителя этого движения. Я вполне допускаю, что они где-то сидят в засаде, они ждут своего часа и готовятся, и копят силы для того, чтобы совершить поход во власть, бросок. Но дай бог, если у них это получится, но пока, еще раз говорю, я больше ничего не слышал про них и больше никогда их не видел. Пока, то, что касается вот этого нового движения «Искренне ваши», значит, пока есть некая идея и не очень понятно, в чем она. То есть собрали с нового, значит, бывших комиссаров движения «Наши» на Селигере, но при этом само движение «Наши» говорит, что это не «Наши» и что это Селигер, не тот Селигер. В общем, честно говоря, желаю им, конечно, успехов, потому что чем больше всяких политических движений, тем, наверное, лучше, потому что кто-то сможет благодаря этому самореализоваться, найти себя там и так далее. Но у меня всегда один вопрос. Вот он не касается формы, он не касается, где собрались, на Селигере или нет, он не касается, в какой форме это будет существовать, там, партия, движение, что угодно. Он касается содержания. Вот содержательно это будет что? Пока нам известно лишь то, что по 5 тысяч рублей будут собирать с каждого члена ежемесячно. Но, полагаю, это неисчерпывающее содержание этого движения, и мне бы хотелось посмотреть на ту идею, которая заставит человека раз в месяц отдавать 5 тысяч рублей и еще и как бы на что-то рассчитывать. Поэтому поживем-увидим. Мне крайне интересно наблюдать и увидеть, я надеюсь, это увидеть, что из-за идеи сплотит вот этих вот людей, готовых друг для друга на все, даже на то, чтобы отдать 5 тысяч рублей. И учитывая, что они собираются собрать миллион, если я не ошибаюсь, за какое-то очень короткое время, но это интересно вдвойне. Поэтому поживем-увидим, и я надеюсь, что этот проект будет немертворожденный и что-то у них получится.